всем привет друзья вы на канале сергей валя грачевы и это распаковка от графиков у нас сегодня как я ее долго ждал эту посылку посылочка планшета куб air а и 6 скажу что шла эта посылка почтой швеции на таможне в украину и очень долго держали 71 день шла эта посылка видите как я ее распаковывал конечно запакована она хорошо посылочка планшетик коробочка тоненькая но огроменная как вы видите на весь экран укрыто все пленка и написано что эти наклейки свидетельствуют о гарантийной как бы защите продавец положил вот такой вот скромненькую коробочку зарядным устройством не знаю что там за устройство но сначала меня интересует сам планшет скрываем его аккуратненько по линии планшет на момент покупки покупал я его в 23 февраля я его покупал за 152 доллара сегодня его можно купить за 148 долларов на алиэкспресс ссылочка будет тоже в описании так опускается у него крышечка и вот наш планшет понимаем откуда появилось название air сверху идет вложена завода пленка очень хорошо это незащитное конечно стекло так гнется есть всего одно отверстие судя по всему наверно под кнопочку а может быть и нет но узнаем позже сам планшет идет в комплекте стандартная упаковка но планшет очень увесистый вытягиваем его и у него есть пленочка заводская которая здесь наклеена мы эту пленочку сейчас снимаем вуаля эту мы выкидываем и оставляем здесь этого красавца мы рассмотрим чуть позже но хочу сказать что пленка есть и на задней крышке и на стекле на экране в комплекте у нас должен идти маленький шнурочек для подключения внешних разных устройств вот и г кабель и юсб но вот или кабеля не вижу в инструкции конечно этого не было заявлено вот есть простой шнурик для зарядки простенький здесь в этой коробочке которую вложили давайте посмотрим что идет за зарядочка вот как вы видите 5 вольт и 2 ампера ну что ж оставляем его здесь произвожу настроечки и делюсь своими впечатлениями то что он умеет ну а пока предлагаю вам посмотреть такое небольшое рекламное интро данного планшета которая сделал я сам планшет куб а и 6 air имеет нескромные технические характеристики можно смело утверждать что данное устройство обладает превосходным соотношением цена-качество за быстродействие системы отвечает мощный и энергоэффективный 4 ядерный процессор intel atom за 37 35 f да он не является супер по производительности но скажу что папа последним тестированием antutu он очень хорошо себя показал а за графику отвечает не менее шустрый графический ускоритель интер hd graphics взаимодействие с устройством осуществляется через емкостный тачскрин с разрешением 2048 на 1536 пикселей выполнены по технологии IPS что в наше время чуть уже не требует никаких дополнительных объяснений все как есть максимальные углы обзора сочные насыщенные цвета что мы и продемонстрируем вам память планшете распределяется таким образом 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти но не забывайте что эта память делится на две операционные системы так как в этом планшете именно две операционные системы windows 10 именно 10 про на данном устройстве и конечно же android но не последней модели также предусмотрена возможность расширить емкость встроенного накопителя путем установки карт памяти формата micro sd до 128 гигабайт это очень похвально хочу заметить что когда планшет пришел то к нему прилагался в устройстве для чтения карт вот такой вот маленький как заглушечка своего рода и она выглядит как micro sd но на самом деле не имеет никаких показателей то есть никаких данных она торчала вот в этом разъеме то есть в суну то было и я сейчас туда вставил карту памяти на 32 гигабайта также устройство не даст вам заблудиться в городских джунглях в планшете встроенный gps главной особенностью данного планшета является максимальной возможной среди современных устройств набор функций чем он отличается тем что у него есть две операционные системы и другие плюсы мы обсудим позже также будет распаковка в следующем видео специальный чехол для этого планшета посмотреть этот видеоролик вы можете вот в этом видео которое откроется в новом окошечке скажу свои впечатления что на самом деле он довольно шустренький у него есть передняя камера для селфи снимки вы можете как всегда в обзорах на нашем канале увидеть в конце на тестах это будут передние снимки видео фото и задней камеры верхней части экрана есть индикатор событий и заряда аккумулятора когда он заряжается мигает когда заряжен перестал мигать то есть как бы визуально подсказка так вот с помощью powerbank а пайсон 20000 ампер с экраном который здесь показан показывает заряд и какое гнездо вы включаете обзор этого powerbank а вы можете посмотреть по видеоролику в уголку я вам продемонстрирую сейчас как происходит заряд то есть мы его вставляем вот в этот разъемчик и у нас загорелся индикатор то есть начинает мигать хотя знаете вот посмотреть не видно здесь вообще индикатор он спрятан под пластиком но пластик прозрачный и яркий светодиод и вы можете видеть что вам идет поступает заряд пришел он заряженный 44 процентами я его настраивал после чего вам сейчас делаю полный обзор этого планшета и так отсоединим его от кстати заряжается он ну примерно около девяти восьми часов по крайней мере первая зарядка где-то до десяти часов заняла до полных ста процентов как он дальше себя покажет не знаю почему так долго заряжается ну во первых бывало конечно хотелось бы быстрее но у него стоит 8000 миллиампер батарея жалуются что быстро разряжается но конечно если на таком большом экране на большой яркости смотреть видеоролики или играть в игры то конечно особенно в игры они очень садят кстати об играх мы увидим тест как работает асфальт с какой отдачей по графике ну что ж открываем antutu открываем рейтинг и смотрим что нам показывает программа у нас информация вот какая сорок девять тысяч пятьсот тридцать два с учетом что это уже более обновленный планшет на нашем канале делался не первый раз обзор фирмы куб потому что действительно найти брендовые планшеты на эту брендовую технику идет хороший спрос по цене и качеству так вот делался обзор другого планшета это у нас был планшет куб талк 9x you 65 gt то есть он тоже таких же размеров у него был десятитысячная батарея восьмиядерный процессор но ребята antutu показала с 30 практически 31000 если вам интересно посмотреть обзор этого планшета и увидеть какая разница с этим то смотрите вот этот видеоролик скажу что показатели меня очень порадовали то есть практически 50 тысяч он занимает 13 место в рейтинге по сравнению с другими то есть на первом месте хилей made 8 на изу про 5 а вот кстати на третьем месте samsung galaxy note 5 вот скоро выйдет 7 в ожидании уже или уже вышел то есть его уже все ожидают ну и наш девайс а и 6 сг на 13 месте очень хороший показатель это мы сейчас он android смотрим потом посмотрим конкретно на операционную систему windows как он работает как перезагружается мне очень понравилось какой здесь плавный переход что можно отметить что для выделенной системы android выделили немного внутреннего накопитель то есть системная память и внутренняя она как бы объединена и видно что вот по показателям это хорошо видно здесь у нас оперативной памяти 2 гигабайта 387 это у нас системная память и внутренний накопитель 387 то есть здесь 32 на борту но для памяти выделено 387 и скажу что если начальный пользователь не умеет пользоваться установит вот пару игр я например поставил асфальт хотел поставить fifa и он грузится на внутренний кэш поэтому внутреннюю память поэтому написала что памяти недостаточно то есть надо поставить root права как нас поставить root права как ускорить и исправить разные ошибки которые бывают на любой технике вы можете почитать на сайте for pda или 4pda ссылочку я оставлю на тестирование и обзор этого планшета именно на том сайте как исправлять разные ошибочки в описании все ссылки будут в описании вообще на нашем канале вся информация который я упоминаю я стараюсь писать ее в описании чтобы вам было удобней и так нам еще интересно что показывает процессор сколько он открываем информацию больше о процессоре и видим что у нас показать информация 1826 это максимальная нагрузка минимальная 498 мегагерц то есть вот такой вот 4 ядерный очень похвально что вообще если берете технику желательно берите ее на процессоре intel почему потому что я видел разницу как работает он на процессоре мтк или каких-то других более таких дешевых и на процессоре intel так вот стабильность графики изображения очень радует особенно вот в играх это заметно видео до любое подойдет а если для игр для тестирования на более сложных с графикой программами обработка изображений очень вам поможет потому что и windows десятка как раз хорошо работает на интелском процессоре экран простенький сверху стекло но нужно быть аккуратным как раз чехол в этом поможет напоминаю что обзор чехла вы можете посмотреть видеоролик и я одену его и покажу как он смотрится давайте посмотрим тест мультитача заявлено что 10 здесь идет кстати 320 dpi это в один пиксель вмещено сколько такого разрешения к проверим мультитач вот уже 7 схватил 80 показывают сейчас 9 что-то 10 его есть зафиксировал 10 10 палец словил нас 10 касаний точно так же и в windows 10 это я уже проверял идет 49 мегапикселей задняя и фронталка которая смотрит на вас 1 и 9 ну что ж приступаем к обзору игр сейчас мы сможем проверить и звук и графику давайте вначале проверим какая здесь стоит графика звук и дисплей так ставим высокая музыку немножечко прикрутим давайте сменим музыку сначала так музыку изменяется здесь электроника отлично поехали пытаюсь вас окунуть полностью в игру как вы видите графика отлично работает подвисание не наблюдаются и сам и сам обгору ну как видите отлично работает ну и теперь поделюсь своим мнением то есть звук очень хорошо слышен в игре а как видеоролик воспроизводит углы обзора сейчас я вам покажу запускаем mx player включаем этот ролик и выбираем простую углы обзора смотрите я люблю подарки поет мальчик мультики кстати о подарках в нашем паблике который посвящен покупкам на сайте алиэкспресс паблик называется алиэкспресс покупаем вместе там проходит конкурс и постоянно каждому кто является участником и вступил в этот паблик получает за репост подарок сейчас там разыгрывается беспроводная мышка до этого разыгрывалась вспышка в ваш смартфон которая вставляется она и вспышка она же и фонарик как дополнительное хорошее освещение из 16 светодиодов то есть там постоянно будут хорошие ценные подарки которые бесплатно доставятся на ваш адрес что для этого надо быть участником этой группы и сделать репост на вашу стену и поделиться с друзьями что этот конкурс проходит потом будет проходить розыгрыш и мы случайного победителя определим с помощью специального приложения рэндом и получите приз поэтому поспешите вас этот приз уже ждет мне не понравилось здесь если вернуться к нашему планшету чувствительность сенсора продемонстрирую вам на примере удаление программы то есть руки чистые экран чистый но чтобы если речь идет о том что мы может быть проблема с кожей там не знаю бывает что нечувствительность знаете вот смотрите беру удалить программу antutu benchmark тяну его а он бывает соскакивает как будто я его бросил сюда приходится опять брать хочу удалить тянуть сильно давлю на экран опять не дошла и еще и включается дополнительно живые обои как будто я сделал то есть надо быстренько вот так вот перетягивать и только тогда удаляется как это устранить пишется на сайте 4 for pda то есть я потом пусть и следую попробую все настроить но если вам надо конкретно нажимать то при нажатии все работает ну а для того чтобы удобно было перейти на операционную систему windows или обратно я вам покажу сейчас как это можно делать с помощью специальной функции которую встроили прямо в шторке нас интересует именно вот это вот вот этот значок с switch поменять операционную систему нажав на него просто идет перезагрузка перед нами появляется логотип компании куб и идет знаменитый значок загрузка значка windows вот он все произошла загрузка операционной системы windows сейчас я вам покажу как она выглядит и как можно смело подключать через от г кабель или отеже кабель кабель чтобы подключать клавиатуру или мышку и превратить его в полноценный компьютер я пока подготовлю мышку а сейчас происходит запуск что мне понравилось что сразу же хотя было запаковано изначально система установилась windows и android на русском языке вот даже просто продемонстрировать все написано на русском режим планшета отключаем и он переходит в настоящий настоящий компьютер вот так вот переворачиваем тоже плавность переворота присутствует вот отходит как бы изображение назад и переворачивается ну что ж подсоединяем мышечку берем этот кабель уже вставил сюда переходник радио модуль от мышки обзор данной игровой красавицы мышки который покупал на алиэкспресс вы сможете увидеть сейчас в уголочке в видеоролике вставляем его в разъем вот так вот подсоединили определила устройство включение защиты от вирусов написано и покажу вам сколько выделено сейчас мышка уже должна работать так включаем ее загорелся лучик и мышечка уже бегает если бегать не так плавно можно изменить DPI вот давайте сначала покажу вам сколько места занимает сама операционная система вот со всеми файлами сейчас занимает 15.3 свободно из 22 6.71 гигабайт занято под систему также хочу сказать что вы можете с помощью специальной программы использовать извлечь ключ в случае если будете переустанавливать и вам нужно восстановить извлечь этот ключ из операционной системы потому что здесь он вот так вот выглядит на самом деле он имеет совсем другой вид программный ну и у нас здесь информация о том что стоит windows именно десятка именно про версия вот об этом здесь сказано windows 10 про модель kub i6 air intel вся информация операционная система и 10 на 10 касаний то есть все соответствует как мы проверяли на андроиде шустрый причем тихий потому что кулера никакого нету пользуйтесь уже на русском языке но если вам приходит на английском тогда нужно зайти в настройки операционной системы и все настроить через скачать расширение китайский язык присутствует вот видно что где-то проскальзывает еще китайский язык есть клавиатура можете смело использовать например что-то написать давайте проверим привет друзья и спокойненько набирает все нормально мне понравилось то есть вот функционал мне очень нравится переходим в режим планшета и пользуемся себе если вам надо вернуться на операционную систему перезагрузиться так вот на рабочем столе есть вот такая вот программка программка программа называется dual os switcher дважды нажимаете на нее запускается предупреждение как бы окошечко и вы нажимаете да согласны что хочу перезагрузить и происходит еще один вопрос что вы хотите перейти на операционную систему windows после того как вы нажали происходит перезагрузка все завершение работы и запуск операционной системы на андроиде поздравляю вас если вы захотели приобрести этот планшет хорошая замена конечно понятно почему его назвали air потому что был ipad air планшет обзор этого планшета вы можете посмотреть в этом видеоролике настоящего air от apple да по размерам он соответствует но к сожалению по производительности отстает но зато здесь две операционные системы терпимые параметры с камерой конечно не хватает вспышки но это мелочи хороший громкий динамик есть wi-fi есть bluetooth но в этой модели нет 3g есть 3g напоминаю что ссылочка с 3g и на этот планшет есть все в описании сейчас я хочу еще вам продемонстрировать как работает камера в конце вы сможете увидеть ну и спасибо вам за то что вы были на нашем канале и 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 угол съемки меняется конечно проверка звука как слышно потому что он фактически на переднем плане сейчас включу вам и вот так снимает держу в руках плавненько начинаю поворачивать очень сильно идет приближение то есть я уверен из этого как бы это вроде как стабилизация но уверен что из этого теряется очень сильно качество сейчас подойду к цветочку попробую сразу переключиться на вид передний мне не очень нравится я бы оценил камеру на твердую троечку потому что знаю что есть и получше да к сожалению так и есть небо небо вот показатели такие дерева даже светочувствительность такая местами где-то засвечивает где-то сильно темнит ну решать вам ребят может вам планшет надо не для камеры специально если вам нужна хорошая камера то есть гораздо классные другие и и и и и